Архитектурный комплекс включает в себя двухэтажный графский особняк с 12 комнатами и огромную картинную галерею. Именно здесь снимали легендарный фильм «Три мушкетера», выдавая красоты дома ученых за королевский лувр. Само по себе здание по одесским традициям несет в себе одновременно черты и Ренессанса, и Барокко. В частности, от Барокко здесь мы видим вот эти пышные картуши в центральных частях Сандриков. Так вот, в этих картушах можно увидеть монограмму самого владельца, то есть МТ Михаила Толстой. Дворец Толстых впечатляет не только своей архитектурой, но и роскошью внутренних помещений. Интерьеры шелковой комнаты, согласно легенде, были созданы в связи с награждением Толстого, орденом за меценатство и создание станции скорой помощи. Шелковое полотно, которым отделаны стены, было подобрано по образцу перевязи ордена. Многие залы усадьбы в точности сохранили интерьеры бывших владельцев, например, мраморная гостиная. Правда, из натурального камня здесь только камин. Зал сделан с использованием технологии искусственного мрамора. Но ухау того времени. Как мы можем понять, что это искусственный мрамор? Если мы прикоснемся к нему рукой, он теплый, а настоящий мрамор, он холодный, даже в жиру, он холодный. В отдалении от парадных залов целая система служебных винтовых лестниц. Ее поставили для того, чтобы прислуга могла попадать с первого на второй этаж. А это летний сад дома ученых, уголок природы под открытым небом. Маленький ботанический сад с фонтаном, скульптурами и вазами. Сад сохранил свою регулярную планировку с еще до революционного времени. Он является неотъемлемой частью дворца Толстых и играет важную роль в общем восприятии комплекса. Дом ученых является едва ли не единственным для Одессы примером качественной реставрации. Историческое здание в центре города сохранилось практически в первозданном виде. Юлия Федорова, Никита Кричко, Андрей Кульба, 7 канал.